Мизулина хочет сажать стримеров в тюрьму за рекламу казино. Оксимирон делится новым видео из архива. А дядя Джиай угрожает Моргенштерну. Об этом и многом другом в сегодняшнем ролике. Не забывайте про лайк, оформляйте подписку, устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра. Дорогие подписчики Рэп Ньюз, хотите стильно одеваться, но из страны ушли любимые бренды? Тогда рекомендуем годный магазин кроссовок и одежды Hustle.rf В наличии более 3000 редких брендовых кроссовок, которые нигде не купишь по адекватным ценам. Материалы качества не уступают оригиналу. Приятный бонус это бесплатная доставка и оплата только при получении. Для наших подписчиков хаслы предоставили промокод Рэп Ньюз, который дает скидку в 30%. По промокоду уже закупились тысячи подписчиков, ссылочка в описании. Лига безопасного интернета, которую возглавляет пресловутая Мизулина, выдала очередной перл. Теперь они хотят уголовно наказать стримеров, которые занимаются рекламой казино. Среди них Егор Крид, Хованский, Илья Мэдисон, Мел Строй, Бустер и еще 10 стримеров. Сами стримеры вообще не в курсе, что происходит. А че произошло, нахуй? Лига безопасного интернета собрала круглый стол, пригласили представителей ФАС, РКН и МВД. И попросили как можно скорее принять меры, подав заявление на каждого из стримеров. Общественники требуют как минимум выдать им штраф, а как максимум уголовную ответственность. Но как интересно они себе это представляют. Крид сейчас в Эмиратах, Хованский в Сербии, где Мэдисон вообще непонятно. Но уж точно не в России. А Мел Строй так вообще гражданин Белоруссии. Как они собираются давать уголовку гражданину другой страны? У Мизулиной все как всегда очень логично. Да и причина поражает, всего лишь реклама казино. Люди сами выбирают, на что им тратить деньги. У всех есть свои мозги. По логике Мизулиной, если стримеры начнут сбрасываться с крыши, то зрители тоже? Такая странная причина травли стримеров наталкивает на некоторое подозрение. Может быть им предложили какую-то государственную рекламу, но они отказались? Или вполне может быть такое, что от них требовали, например, публично высказаться в поддержку СВО? В общем, вариантов очень много и почва для размышлений очень богатая. Любопытно, а что дальше выдумает Мизулина и ее Лига Безопасного Интернета? Кстати, хотим вам напомнить, что в нашем паблике в ВК сейчас проходит розыгрыш четырех билетов на концерт рэпера PLC. Пройдет он в Москве 23 февраля. Для участия нужно подписаться на группу и сделать репост. Ссылку вы найдете в описании. А мы продолжаем. Пока Россия планирует сажать за рекламу казино, Кизару поступает не менее жестко. Рэпер обещает выкладывать под песни каждый месяц. А еще Олег сказал, что уже скоро нас ждет новая песня. Скоро я покажу вам сниппет, соответственно, трек тоже выйдет в ближайшее время. Еще одна хорошая новость. Я буду сейчас заливать сингл примерно каждый месяц вам, чтобы вы кайфовали, слушали музыку. Что ж, ждем новый трек от Кизару, который будет звучать точно так же, как все предыдущие. А вот Окси порадовал очередным интересным архивным видео. Это запись со студии с 2021 года, на которой его продюсеры Макс и Дэнни работают над треком Дрейдл. Мне очень классно. Прикольно было увидеть кусочек того, как проходила работа над песней. Кстати, у недавнего соперника Оксимирона Моргенштерна сегодня небольшой юбилей. Артисту исполнилось 25 лет, и он получил, наверное, лучший подарок в мире. Вот такое вот видео от дяди Джей Ай. Моргенштерн, я тебе слово даю. Я отрежу твой язык прямо из твоего рта, вытащу к чертям я его оттуда. В прямом смысле этого слова. Запомни это. Интересно, как величайший гангстер-рэпер на Руси собирается пройти через охрану Алишера? Он все охране собирается, что ли, языки вырвать? Ладно, посмеялись и хватит. Расскажем вам вкратце про некоторые новинки. Димаста вернулся с мини-альбомом Rider Music, который состоит из четырех треков. На фитах, Смок и Мок, Крипл и другие. Ничего нового, но любителям понравится. Кстати, сегодня вышел в свет фит Димаста с ушедшим янг-трэпой. На бите также засветили слава КПСС, Цепи и Пика. Еще новым треком поделился ЛДжей. И надо отметить, по звучанию песня интересная. По атмосфере чем-то напоминает фьючер-рейв музыку. Кстати, трек ЛДжей мы послушали сегодня утром на стриме. И там же оценили релиз от Бульвара Депо. Нарезку вы можете найти на нашем лайв-канале. Во-первых, у меня ощущение, что его записали в подъезде. Просто типа под подъезд, у него поставили микрофон и рядом с ним засчитали. Хочу моё, ты или дядя Буду? Пишите в комментариях, как вам сегодняшние новинки и релизы. И поставьте этому ролику лайк, если вам понравилось. Вы были на проекте Рэп Ньюз. И до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова